Всем привет, с вами Андрей Вар. Чтобы не забыть, а то я обычно забываю, сразу же приглашаю всех, кто играет в Clash of Clans, кто смотрит мой канал, к себе в клан. Он так и называется Андрей Варкок и ссылочку с тэком я оставлю внизу под описанием. А сейчас возвращаемся к данному видео. Огромное спасибо князю, он показал эту тактику, показал как играть и вообще предоставил мне эти повторы, как он брал с помощью тактики ведьмы плюс гиганты эти боксеры, герой конечно же, противников на сто процентов. То есть здесь будут повторы реально топовые, как он брал не там не на восемьдесят, не на девяносто, не на девяносто пять, а на все сто процентов, как он сносил противников. Это очень классно и очень круто. И тактика действительно работает, когда гиганты прикрывают ведьм. И давайте смотреть, как у него будет это получаться. Так, он взял первого противника на сто процентов, как я и говорил, его взяли всего лишь на 64 процента. Но у него-то база прокрачена относительно. Достаточно неплохая и пушка там, супер это мега пушка новая, до пятого левела прокачена. Короче, да. Так, как всегда высаживают ведьмы с самого угла. В данном случае гигант идет как прикрытие. То есть он идет первым и тем самым он расчищает от бомб. То есть если мало ли вдруг где-то затесалась гиг-бомба, чтобы все эти ночные ведьмы не подорвались, он специально для этого шел и расчищал дорогу. В данном случае у него все время герой идет не с угла, не вместе с ночными ведьмами, а именно вот так в упор. Вот прям вплотную к забору он высаживает и начинает героям прям тоже с одной стороны гигантами, с другой стороны этим героям прикрывать ночных ведьм. Потому что основной урон вносят конечно же ночные ведьмы, их летучая мышь, и их надо прикрывать. И герой, и гиганты этим в принципе и занимаются. В данном случае я даже наверное еще не сказал, у него гиганты плюс ведьмы максимально 14 левела, то есть абсолютно максимального левела. Герой 11 не максимально, но тоже достаточно неплохо, неплохо прокачен. Как видим гиг-пушка эта не пробивает гигантов вообще, вот, но вот ночных ведьм она пробивает действительно хорошо. А вот гигантов она вообще никак не могла пробить. В принципе ему здесь очень повезло, потому что эта жаровня как только начала сносить ночных ведьм, она их снесла, но и сама разрушилась. И получается все по воздуху стреляющие здания были разрушены. То есть эти летучие мыши остались просто один на один с просто беззащитными зданиями, которые не стреляли вообще по ним. Да, была одна снайперка, но она строилась. И тем самым просто ночные ведьмы догрызли до 100 процентов эту базу. Буду показывать еще и повторы противников, чтобы вы понимали как нападают на базу князя. Потому что у него база прокаченная, можно на что посмотреть. На его базу каждый раз будут нападать разными тактиками. То есть он будет нападать именно гиганты, плюс ведьмы. Там уже будет зависеть или он два лагеря будет брать под гигантов, или все-таки один и тогда четыре лагеря под ведьм будет. Но его будут выносить противники просто действительно разными стратегиями. В данном случае это эти летучие мухи плюс герой. Мухи максимального 14 левела. В данном случае они бьют с очень большого расстояния. Первые свои выстрелы, первые свои эти плювки, они забрасывают действительно с большого расстояния, но потом подбегают, подлетают ближе к защитным сооружениям и умирают очень быстро. ХП у них нету, да, урона не наносят, да, демак какой-то есть, но ХП действительно у них мало. И как только заканчиваются их эти дальние плювки, они подлетают ближе и рассыпаются моментально, просто молниеносно рассыпаются. Их очень большое количество, да, ими можно неплохо так окружить базу, все позабрасывать, поплевывать и тем самым забрать на большой процент, но не на 100%. То есть именно 100% очень сложно забрать. Особенно как у князя база прокачена в данном случае. Все тут 6-го, остались 6-го, 6-го, да, все осталось такого 6-го, 5-го левела и его сложно было бы эту базу именно мухами забрать бы на 100%. Притом противник еще не знает, что он-то продул, его-то забрали на 100%, поэтому он еще тут пытается, сражается что-то, выбирает разные углы, откуда можно забросить этих мук, но 64%, как мы помним, это потолок, да, 64%, вот видите, закончился бой, 64% так и осталось. Это был первый повтор, давайте сейчас смотреть второй. Второй очень классный, потому что здесь князь взял на 100%, и его князя взяли тоже на 100%, и тоже тактики будут абсолютно разные. В данном случае, смотрите, снова гиганты, снова первого выпустил, чтобы немножко расчистить от мин, но мало ли, на всякий пожарный, и дальше уже ночные ведьмы. Плюс герой, как и говорил, и оставшиеся гигантов под самый забор подбрасывает, и смотрите, вот очень четко видно, что гигантов пушка, вообще эта гигантская пушка не пробивает, но в то же время снаряд летит дальше, через гигантов вглубь, и задевает ночных ведьм. То есть, если бы он еще не задевал этих ночных ведьм, было вообще круто. Да, все-таки некоторые заряды этой гигантской пушки прошли мимо ведьм, это круто, потому что с мультимортира плюс эта гигантская пушка очень сильно дымашит по ведьмам. Но, как видите, после появления даже этой гигантской пушки, до сих пор ведьмы тащат. Но плюс именно со стратегией гиганта, когда они прикрывают от всего, от всех этих пушек, от двойных пушек, от жарований, ну от всего прикрывают, и в то время ночные ведьмы очень быстро сносят базы. В данном случае осталась действительно куча ночных ведьм, остался герой, уже никто, все, уже никто ничего не может сделать, и это 100%, это три звезды. Снова тактика работает, притом он играет, если вы заметили, в самом начале он играет на 3600-3700, большие кубки, то есть он планирует в скором времени уже добраться до 4000. Сейчас будет повтор, как его взяли на 100%, идут варвары плюс эти бомберы. Странная такая комбинация, но, как вы поняли, по 100% она рабочая, то есть, в принципе, возможно, и такой кто-то пользуется комбинацией, когда просто все сносится, прорыв идет такой молниеносный. С одной стороны, со второй тоже начинается стороны варваров, когда 5 лагерей очень много, то есть, ну да, еще лагерь отводится на бомберов, но остальные лагеря идут варвары, плюс, когда их максимальное количество, когда они максимального левела, их очень много, и они очень быстро сносят базу. И герой тоже зарешал, потому что не будь героя этого 11 левела, или будь он поменьше, послабее, было бы сложнее, но герой остался, и он, в принципе, здесь добьет базу князя на 100%. Я думаю, многие сталкивались с таким моментом, когда ты сносишь противника на 100%, и уверен, на тех же 100%, уверен, что ты победил, потому что, ну, очень редко выносит и твою базу на 100%. В данном случае князь был уверен, что он победит, и в данном случае этот противник был уверен, что он победит, но оказалась ничья. Когда 100%, ничья очень обидная, потому что, ну, очень сложно на 100% вынести. Так, следующий повтор снова, такая же страта, снова герой под самым забор, плюс эти гиганты, которые будут отвлекать, и за ними ведьмы. Смотрите, пушка выбрала цель для себя гигантов, это очень прикольно, это очень классно, и это работает. Она выбирает для себя цель гигантов, и по ведьмам уже не стреляет. То есть, если только ведьмы попадаются в поле действия ее вот этого снаряда, а так она уже на этих ведьм не переключается, пока не уничтожит гигантов. Но так как у гигантов 14-го левела очень много хп, их очень сложно пробить. Да, ведьмы дальше плодят своих летучих мышей, герой еще жив, а уже добивают, да, уже добивают второго дробильщика, осталась одна двойная пушка, и здесь уже, в принципе, ничего такого большого урона по ночным ведьмам, по герою, да, не вносит. То есть, ну, герой умер, но еще куча ночных ведьм осталось, еще куча их летучих мышей, уже ничего их не остановит, они уже добьют эту базу до 100%, и это будет победка. В данном случае, конечно, князь наберет 100%, его противник 100% не наберет. Это уже третий повтор, у князя много было очень повторов и на 70, и на 80, это я просто записывал, действительно, 100% повторы, чтобы вам показать. На него напал еще больше солянка, то есть гиганты 12-го левела, бомберы 10-го левела и пушки 12-го левела. Кто-то мне писал в комментах, что пушки на самом деле имбовы, то есть, если их раскачать 12-й-14 левел и правильно подбирать, правильно выбирать точку высадки, плюс гиганты, они очень имбовы и очень быстро все сносят. Не знаю, честно, не пробовал, в данном случае князя он заберет на большой процент, 87, по-моему, да, я уже не помню, 87, по-моему, но это не хватило ему, не хватило этому противнику, чтобы победить в данном бою. Как видите, пушки, да, едут, наносят большой урон и, в принципе, когда они погибают, то есть, первую свою жизнь, они остаются на месте и начинают все равно стрелять. Но из-за того, что их тоже легко можно убить, и когда они остаются на месте, ну, они могут до какого-то радиуса доставать, но дальше они ничего не могут, а их тоже сносят. Ну, не знаю, честно, кто пользуется пушками, возможно, это классно, возможно, надо натренироваться. Если кто играет этими пушками, этими повозками, напишите об этом в комментах, вдруг много вас таких, у кого они максимального левела. Но, честно, когда они мелкого левела, я пробовал на своем, они у меня там, по-моему, пятого или какого левела, ну, вообще не тащат. Хотя любые войска на мелком левеле не тащат. Конечно же, любые войска надо прокачивать до максимального левела и только потом видеть настоящий результат, настоящую силу. Так, даже я вас обманул, 87 не будет, будет 79%. Вот так, 100 против 79, конечно же, мы понимаем, что князь победил. Повторы у него очень эпичные, 100% это классно. Собирал я эти повторы всего буквально пару дней, потому что у него очень часто получается именно взят на большой процент. Притом, очень часто это 2 звезды, это 100% 2 звезды, ну, а уже 100% и 3 звезды, ну, не каждый раз, но с вероятностью где-то 20-30% это точно происходит. Вот именно такой тактика, гиганты плюс ведьмы за ними. Здесь, на самом деле, главное натренироваться. Все самое главное, надо понимать, чтобы гиг-пушка и мультимортира хватало своей первой целью именно гигантов. Ну, или на крайняк героя, но лучше, конечно же, гигантов. И в это время она била только их, не переключалась на ночных ведьм. То есть, если вы это поймете, если вы поймете, что именно так надо высаживать, именно так надо выбирать точную зону высадки, то у вас точно так же получится этой тактикой играть. Обязательно правильно выбираем цель, то есть, выбираем, куда надо высаживать, то есть, чтобы, например, мультимортира взяла целью своих гигантов. Все, высаживаем с того угла, снова проверяем, чтобы ночные ведьмы не попали под большую бомбу. Все, и вы просто налегке будете сносить на 2 звезды. 70, 80, 90, 100% такой тактикой. Но, конечно же, надо гигантов прокачать на максимальный левел. Ну, или хотя бы там 10, плюс 10, 12, 14, было бы неплохо. Потому что будут, если они мелкие, конечно же, тактика вам это не зайдет вообще. И вы такие, ай, да ну, говно, тактика вообще не зашла, ничего имбового нет. Но надо прокачать, конечно же, войска до максимального левела. Поэтому я про повозки и говорил про эти, что вдруг они на максимальном левеле, кто играет, если кто докачал до 14 левела. Возможно, на 14 левеле они вообще имбовы. Так что я, честно, не знаю, но, возможно, у кого-то они есть. В данном случае снова герой выжил. Герой очень прикольно, что к концу, когда он уже все посносил, он уже фулловый. Потому что способность его восстанавливалась, он с помощью этой способности восстанавливал себе хп. И к концу боя он уже фулловый. Да, здесь летучие мыши довершат свое дело, досносят сразу сверху эту часовню. И уже снизу добьют шахту с добывающими алмазиками. Все, 100%. Как я и говорил, все повторы абсолютно в данном видео будут на 100%. Сейчас давайте посмотрим, как его противник забрал на 53% всего. Ну, я повторюсь, у него база сложная. Я бы, наверное, своими дракошами, как я играю, я бы вообще не взял. Сейчас я просто подкачиваю до конца ночных ведьм. Они у меня, по-моему, уже 10 левела или 11. То есть попробую именно хотя бы ночными ведьмами и по чуть-чуть, по чуть-чуть подкачивать буду этого гиганта. Потому что тактика на данный момент, тактика очень рабочая и эффективная. Против таких баз, которые уже прокачаны на 6-й, уже стремятся к 7-му левелу. Так, и напоследок я приберег самый главный повтор, когда князя не смогли такой же тактикой взять даже на 2 звезды. А все из-за того, что я вам 3 минуты назад говорил, что надо выбирать правильный угол. Надо выбирать, куда ты будешь высаживать гигантов и куда ты будешь высаживать ведьм. Чтобы мультимортира, чтобы гигантская пушка не била по ним. Смотрите, он высадил непонятно зачем гигантов вместе с ведьмами. Все, и эта гигантская пушка пробивает ночных ведьм. А 2 залпа, буквально 2 залпа и нету. Все, осталось 2 ночные ведьмы, которые, ну, что могут сделать 2 ночные ведьмы? Ничего они не могут. А гиганты без ночных ведьм тоже ничего не могут сделать. Ну и, конечно же, герои тоже вообще соло ничего на таких левелах, когда база уже 6-й, 7-й левел, тоже ничего не могут. Все, вот неправильно была выбрана точка высадки. Неправильно пошел, не туда высадил гигантов и все. И вся тактика летит тартарары. Поэтому я и говорил, что главное выбирать четко, куда высаживать, как высаживать. Не с первого раза у вас это получится. Но если немножко потренироваться, такой тактикой можно забирать постоянно на 80, 90 и 100%. Так что, кому такая тактика понравилась, давайте поставим пальцы вверх, подпишемся на мой канал. А с вами был Андрей Вар. Всем пока. Мама, мама, я у тебя на стиле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok